Моей мачты нет, ЕС очень выручил нас с запасом со своего огорода. Следующие три дня мы жили на берегу залива и строили наш бамбуково-надувной катамаран. И вот тут вот, между собой они стены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До конечной цели нашего путешествия, малазийской границы, нам предстояло пройти около 400 километров открытой воды. Поэтому вначале мы решили испытать наше судно, не уходя далеко от берега. Изучив карту, мы направились вглубь залива к островному архипелагу Пангнга. Погода стояла благоприятная, и за несколько дней путешествия по островам, мы хорошо подготовили парусник к выходу в открытое море. Вместе с тем, мы были очень рады тому, что архипелаг оказался сказочно красивым местом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Я пошел искать путь наверх на этом пупыре и нашел вот такой ход. В принципе, путь проходимый даже с нашей подготовкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А на дальней Амазонке, на прекрасной Амазонке, есть такие Амазонки. Просто черт меня возьми! Заряженный бодростью и оптимизмом мы покинули гостеприимные острова и направились в большой переход через открытый океан. Я прошел довольно радостью четыре океана, Пролива, Макгелана, Дон, Аликалей. От Камперы до Сантьяка скажет вам любой бродяга, Что такого капитана больше нету на земле. Что такого капитана больше нету на земле. Миша, скажи пару слов для истории. Ну, сегодня, конечно, особенный день. Как-нибудь такое, вот, боевое повречение бодоястеров на Дамасском море. Мне самому очень страшно. Но мы ведь, не боясь, не ищем лёгких путей. Мы вверхуем от всяких движений и опасностей дружной команды. Ура! Ура, ура! Мы сейчас находимся далеко от берега. И как-то так очень задумываемся над тем, Что хорошо бы всё-таки когда-нибудь вернуться домой. Живыми, невредимыми, здоровыми, полными сил Для пропаганды и развития недояхтинга в Казани и в России. Мчись над водой, смелый, парусник мой белый, Над головой шалой светится Марс алый. Лево руля Ларсон, может быть, я с Марса? Может быть, я пришлый, но на Земле лишний? Может быть, я вечный? Может, мой путь вечный? И на пути этом краю конца нету. Остров ли там мысли? Премель чужой крови? Или это тень мысли о дорогом крови? Или это мой облик? Или это мой отблеск? В шуме ветвей древа, в песне твоей дело? Или от тебя эта ночь меня прочь гонит? Или в глубине где-то чёрт водяной стонит? В нища суда моет, всех на себе носит, А по ночам воет, душу мою просит. Субтитры создавал DimaTorzok У нас на катамаране каждый день с 11 до часа тихий час. Ветер выключают, и мы сидим посреди океана в ожидании своей участи. Валыч обычно рыбачит. Миша обычно смотрит по сторонам, пытается налазить паруса и дуть на них, чтобы судно было. Я вообще обычно грибу, но сегодня что-то неохота грести. Поэтому мы все трое просто сидим и ждём, когда наконец-то дадут ветер. Вскоре воздух над океаном снова пришёл в движение, и наш корабль продолжил плавание к своей цели. Шаркфуд уверенно преодолевал морские мили, а мы радовались тому, что все наши палочки, верёвочки и скотч с честью выдержали экзамен на пригодность в морском плавании. За будущее недояхтинга можно было теперь быть спокойным. Вечером вдали показался большой остров Турутау. От него до намеченной цели нам оставалось преодолеть всего один переход. Сегодня у нас снова по расписанию большая океаническая гроза. Она снова приближается к нам со стороны материка. Снова мы от неё пытаемся ускользнуть. Вчера нам это удалось. Сегодня мы тоже попытаемся от неё уйти. Но уже вот материк, например, не виден. Видны только ближние острова. Видишь, что ты сегодня на ночь молился, нет? А ты пал. Вот так, чисто. От тропического циклона мы почти успели ускользнуть. Утровой шквал настиг нас всего в 300 метрах от острова и вынудил немедленно причалить к берегу. Субтитры создавал DimaTorzok